Молодец, перечислил все плюсы города. Казнь и бордель. Так, давайте посмотрим. Трава. О, как раз, новый уровень. Так, давайте. Мне можно? Ну, наконец-то. Так, давайте. Персонаж. Давайте раздадим сколько у нас. 5, 5 поинтов. Отлично. Так. Нам здесь придется просто это взять. Следующее. Здоровье или метательные ножи. Ха. Я вот, честно, не знаю, стоит ли метательными ножами пользоваться или нет. Я предпочитаю бомбы. А там забивать просто себе инвентарь. То есть, если бомбы уже не помогают, то метательные ножи точно не помогут. Следующее. Это парирование. Так, во всех направлениях. Следующее. Восстановление энергии в бою. Что очень важно. А это отражение стрел. Позволяет убивать стрелы. Я буду так или иначе пользоваться квен, и оно возьмет это на себя. Так что я лучше поставлю плюс на большее количество здоровья. Хорошо. И все. Все. Так. Попозже мы пойдем в магию, а потом в меченосце алхимию. Я как-то не знаю, зачем она. Не очень знаю, по крайней мере. Так что давайте. Давайте встанем. И пойдем. Какой дождик идет. Жестокий. Так. И что нам еще нужно? Очень-очень важно сделать. Это нам нужен второй меч. То есть, серебряный меч, который мы оставили в глотке дракона. Нам нужно его сейчас выковать. И он у нас... Вот я не знаю. Сейчас будем сначала ковать меч или спасать друзей? Давайте. У нас меч оказывается... А, все на казни. Все понятно. Все на казни. Все смотрят на то, как их вешают. Давайте тоже пойдем посмотрим. Золтан. Лютик. Мой агент. Прекрасно. Идеи есть? Импровизируем. Без крови. Мы постараемся. Геральт! Геральт! Ты здесь! Спаси меня! Так уж и быть. Собака. Давайте. А ну, седой. Отсади. Сам ты такой. Я лично знаю этих твоих и не позволю их повесить. Да мне посрать кого ты знаешь. По закону они должны висеть. Сейчас и ты к ним пойдешь. С меня хватит. Стройка. Благородие. Ну смотри, выродок. За такие речи можно и языка лишиться. Со всем гарнизоном и тебе не сладить. Мы тут одни. Ты что, не понял, с кем говоришь? Это ж Геральт из Ривии. Ведьмак и чародей. Тут и распоряжается его благородие комендант Лоредо. И я только моего приказов слушаю. Уносите ноги, голодранцы. Пока не поздно. Ты, парень, мундир позоришь. Чего такое? А ну, ребята, идите-ка сюда. Надо им шкуру спустить. Только попробуй, мразь. Бей их! Бей ведь богат, пусть сдохнет! По коленкам решил мне побить! Неприятный удар. И сейчас добивать Не давать ему вставать А нет, ну нормально Да, руку на власть Хороший Это джеб Все одно будут болтаться Есть Резентрация Крепкий, крепкий товарищ Не убивается В голове ничего нету Убивать нечего А зачем ему рожки Я понимаю маску А рожки зачем Это можно Бабушка вышла ему рожки на маске Так Ой, резкий такой Ударить меня смог Так И Оп Нет Чуть-чуть, еще чуть-чуть Давай Есть Что тут такое, мать вашу? Я спрашиваю Что это вы тут вытворяете? Докладываю Что Пошел вон, крушина Парочку сраных ублюдков Встернуть не можете А ты Стой спокойно И руки держи на виду На помосте Либо в петле висят Либо речи говорят А ты что выберешь? Ты тут командыешь вообще? Иди отсюда Забыл представиться Бернард Лоредов Комендант Флотзема Казнь незаконна Закон? Правда? Во Флотземе закон это я Я представляю королевскую власть Вернан Роше Так так Синие полоски Охотники на нелюдей Именно Каждый подозреваемый В связях с белками Находится под моей юрисдикцией А что с Лютиком? Он действительно осужден? Он сжег мою сторожевую вышку Это тоже в вашей юрисдикции? Я так и думал Это правда? Так могло показаться Но я не виноват Отпущу-ка я вора Спокойно Я пошутил Ненавижу воров Я могу устроить еще одно представление На этот раз кровавые и без публики Или мы договоримся? В смысле? Дай мне минуту Слушайте все Наверное, каждый из вас Слышал о трагедии Случившейся во время осады замка лавалетов К сожалению, это не ложь Король Фольтест убит Скорее всего, к этому приложили руку Скайетаэле В эти смутные времена Даже король не может чувствовать себя в безопасности Поэтому сегодня На улице Флотзома Выйдут вооруженные патрули Объявляю военное положение Ждите указаний Готовьтесь к бою Мы будем мстить За нашего короля А теперь Все по домам А с ними что? Казни не будет пока что Скажем Я решил пересмотреть их дело Виселица не место для беседы Поговорим у меня Твоих приятелей я освобожу Но из города их пока не выпустят Жду тебя вечером Приходи, как стемнеет Раньше я буду занят А, кстати Добро пожаловать во Флотзом, ведьма Они правда хотели нас повесить Я... Я не знаю Я же не хотел сжигать башню Все в порядке, Лютик Идем отсюда Мы у тебя в долгу, ведьмак Спасибо тебе А теперь в трактир Пойдем, Лютик Выпьешь, полегчает Заодно расскажешь О местных нравах Ханжестве И распущенности Сразу Не повесили, значит в кабак Правильный двор А тот лысый пузатый Приходи, ведьмак Вечером на сеновал Так, первое дело Собаке классно Собака кайфует Давайте пойдем Сделаем себе серебряный меч А то без него как-то Как-то неприятно даже Привет Мастер, глядите Кто к нам пришел Какие у тебя сумки под глазами Великан кузнечного искусства Чертеж для Нет, это компоненты Рецепты Вот, ведьмачий серебряный меч Но может быть у него есть Что-то получше Зубастый клинок Руна Так, зубастый клинок 19-25 А я его могу сделать 16-19 6-1 А, мне нужны зубы Эндриги Все понятно Но это здесь нужно будет Поохотиться Руна земли Балансированный Нож Вот Голубая Голубая метеоритная Руда Метеоритная Руда Метеоритная Крепкий корд Это простой меч Так, пяна Ага Вот эти вот вещи Светодатства Это специальные вещи Которые именно На темной сложности Но я пока что Я ими не буду заниматься На первых двух уровнях Я бы о них почитал Я скорее всего Себе в самом-самом конце Возьму самую-самую Мощную вещь Чтобы Уже не тратить деньги И не бегать слишком долго Так что сейчас Я смотрю Сапоги С меч святого Татататства Так Стальной Штаны Штаны святататства Ууу А что В этих штанах Происходит Святодататство Так По-моему Здесь где-то У нас еще Товарищ Который продает Книжки Давайте посмотрим Приветствую Белый волк Что ты ищешь? Располагайся Будь как дома Мы встречались? Нет Но я много О тебе слышал Точнее Читал В письмах Из ревийской диаспоры Рад знакомству Моё имя Эйнар Гусель Я держу Лавочку Древностей Кроме того Я возглавляю Здешнюю общину Нелюдей А как раз В покер Попозже Я буду играть Прическу Тоже Буду менять Если вообще Буду менять То попозже Так Товары Ага У него только Книжки Книжки Нам нужны Чтобы быстрее Разобраться В разных Животных И Они помогают Просто проходить Квесты Но это попозже Давайте сначала Возьмём эти квесты Чтобы узнать Что нам понадобится Так Значит у него нету Специальных Вещей Хорошо Давайте тогда Себе скрафтим Стандартный Меч И так Давай Сделай мне одну вещицу Ведьмача Серебряный меч У меня нету Серебряной руды Я бегал Бегал Лутил Лутил И нету серебряной руды Так Чё могу Да У него есть она Так Давайте посмотрим На товары Чертежи Компоненты Серебряная руда О Хорошо Мне нужно Два куска Окей Отлично Куп Нет Я уже купил Давайте тогда Выйдем Так Одну вещицу Есть Есть Создаём Отлично Всё И Где наш Меч Серебряный Ведьмачий меч Хорошо Я думаю Что пока что Пока что О крафтинге Мы не будем Доспокоиться Мне нужно Побегать Пособирать Материалы Всякое такое Так что Это попозже Но Серебряный меч Нам очень нужен был Потому что Без него Сражаться Со всякой животенькой Очень тяжело Так И давайте Пойдём В кабак Посмотрим Что у нас Там Ну вот Предчувствие Меня не обмануло Стоило Заглянуть В эту дыру Убийца Фольтеста Собственной Персоной Как дела Как здоровье Не жалуешь Безмерно Рад Знаешь Новые зимы Путь далёкий И я не хочу Тут долго Возиться Я и так На тебе Много времени Потерял Ну счастливого пути Что тратить Время На разговоры Слушай Шутник Живой Ты стоишь Больше Но если Будет надо Ты и мёртвым Сгодишься Что выбираешь Ну попробуй Меня убить Брось меч И подними руки Иначе Я не ручаюсь Подойди И попробуй Меня убить Это его речка Держи его Имя Пузатый мужик В варежках Мне Мне решил угрожать Хорошо Так уж и быть Привет У меня серебро Нет У меня нормальный Меч в руках Хорошо И Привет Эппинер О Отлично Ах Прямо Поясницу Ай-яй-яй Так Осторожно Осторожно Еще один удар И мы словим Так что давайте Будем Поосторожней Гранаты Квен Пользуемся всем Что нам дает игра Им На него не действует Стан Так что Используем на него Большие удары И И не жадничаем Как только Квен Сбивают Отходим И поехали Еще раз Оп Ох Уколол меня Колючий Отходим Щитом Меня не ударил Оп Ах И Давай Чуть-чуть Давай Ах Все-таки Я его Загречу Отлично Вот это Приятно Вот это Хорошо Давайте Спрячем Меч в ножны Что вы мне Принесли Стальной Канат И дратва Лохмотье Разыскная Грамота Дрова Давайте Возьмем А это Что Веревочная Лестница Ну Кто Что В карманах Носит А у кого То Веревочная Лестница Серьезно Дядька Так Давайте Пойдем Наберем Квестов Тоска Объявлений Может Есть Что Интересное Атаманы Шайки Белок Йорвет Мы С ним Уже Встречались Так Давайте Заказ На Эндрик Мы С ними Будем Встречаться Очень Многих На Найкеров Тоже Помиловине Димитра Что это Да будет Известно Всем и Каждому Чтобы Один Димитр Переисполнился Расканьем И попросил прощения За все свои страшные Злодеяния Молодец Комендант Лорида Известно Своим Милосердием Простил Разбойнику И вину И разрешил Димитру Вернуться В лану Общества Настоящим Отменяются Все гончие Листы И указы О награде За голову Димитра Хорошо А здесь Что Заказ За тролля Это Это Можно будет Взять А Здесь Волоси Висят Пакли В бороде Колтуны Заходи К Флотцамскому Цирюльнику Все Все понятно Нет Это Это не место Так давайте Хотя Может быть Давайте Возьмем Может быть Это Пригодится А то Оно Так Висит Лишние Куски Бумаги Можно Будет Использовать В крайнем Случае Как-нибудь По нужде Бумага Это Редкая Вещь Такие Времена Как Наши Так Ну что Ж Друзья Которые Уже Бухают Без Меня Привет Жизнь Говно Он Взял И быстро Рассказал Молодец Так А ты Лютик Что ты мне скажешь Так Лютик Лютик Уже Да Чтоб Меня Меня правда Чуть не Трактирщик Водки Чтоб Меня Вши Заели Трис Мерегольд Ты Выглядишь Очаровательно Ну Только Бледновато Чутка Чародейство Бывает Утомительным Но Уже Все Хорошо Рада Тебя Видеть Бородач Что здесь Вообще Происходит Месяц тому Назад Вы собирались Ехать на Свадьбу Золтана Все Похерилось Свадьбы Не будет А Фольдести Слышали Слухи Мчатся Быстрее Ветра Я хотел бы Знать Правду А ветра И сплетни Мне До одного Места Как погиб Фольдест Правда Что там был Дракон И Кто теперь Правит Тимерией Тише Лютик А то Подавишься Так Что дракон Там появился дракон Больше я ничего не знаю Но откуда лавалеты взяли дракон Говорят это огромная скотина Дралась за них Драконы обычно не интересуются полить Может у него логово было рядом И он почувствовал опасность Если бы ты его не прогнал Фольдест мог бы и не взять замок Что тут гадать Что случилось Регенриксы сорвали помолвку Какой-то трехнутый хер разболтал Что я поучаствовал в заварушке В Изиме Мой несостоявшийся тесть Видишь ли Не желает принимать в семью Бунтовщика Простофилю Эй трактирщик Где наша водка? По порядку Мы дошли до Махакама Через неделю после смерти Великого магистра Купили Золтану Снокшибательный Костюм двойку Башмаки от гальюна И здоровый В мой кулак Жадеид в подарок Эвдори Накушались мы тогда Изрядно Лютик еще устроил для меня Мальчишник В храме любви Тесные врата На следующий день Мы были у Брегенриксов Поздоровались Побеседовали немного О превосходстве Махакамской горнопроходческой мысли И сели за стол И когда мне уже казалось Что я постиг все тайны Горнятского мастерства Подали суп Тихо сделалось Как в могиле И тут старый Брегенрикс говорит Настоящий краснолюд Обязан в шахте работать А не гоняться За славой на войне Не поверишь, Геральт Ему в знак отказа Подали черную похлебку Как у них принято Черная была как смола Вот тебе слово Должно быть На угле ее готовили А теперь поедим Геральт И выхлебал Целую тарелку Этих помоев Козел старый Чтоб ему эта его шахта На башку обвалилась Бедный Рис, расскажи Кто теперь правит Ты у нас эксперт Страна все больше Погружается в хаос Древние семейства Начали открытую борьбу За власть Барон Кимбольд И граф Моровель В том числе После убийства Пока Геральт Сидел в тюрьме Влиятельные магнаты Собрались на поле Недалеко от замка Лавалетов Чтобы выбрать Нового правителя Продолжалось это Три дня И напоминало Скорее базар Чем дворянское собрание Только торговали там Конторами Должностями Сферами влияния И привилегиями Люди Было несколько поединков Двоих отравили А короля так и не выбрали Мы были на волосок От гражданской войны Политика Ладно Хватит политики Убийца ждал Фольтеста в башне Где лавалеты Укрыли детей И он отлично знал Что делает А ты Как там оказался? Я охранял короля После первого покушения Фольтест начал считать Меня чем-то вроде Живого талисмана Приказал быть рядом Во время битвы Дракон отрезал нас От остальных войск Убийца прикинулся монахом К тому же слепым Он позволил королю Встретиться с детьми Подождал пока я отойду И перерезал ему горло От уха до уха Как он ушел? Прыгнул из окна в реку А там его ждали Скаетаэли и Йорвита Все было продумано И подготовлено И поэтому ты гонишься за ним? Из-за того, что он убил короля? В убийстве обвинили меня Я должен снять с себя подозрения Кроме того, я успел Заглянуть ему в глаза Прежде чем он сбежал Это был ведьмак А потом появились Бравые темерские стражники Я получил по голове И отключился Как я езжу Люди! Спасайтесь, а кто может? Чудище идет! Легче пойдем отсюда Там кто-то применяет магию И вот тут ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Что ж ты за чародейка? Я с тебя спрашиваю. Слышишь, чего тебе люди гутарят? Чего ж ты ему не помогла? Он же жив. Чудище его едва под воду не утянуло, а ты токмознайпялилась, как баран на сраные ворота. Попридержи язык. Ну ладно, где чудовище? Вон и я, спрашивайте! Геральт? Значит, мы знакомы. Ворон, ворону глаз не выклеить. Скажем так, я много о тебе слышала. Мил здарь, ведьмак. Зосика нашего чудища едва на дно не уволокло, а вы теперь чьи языком трепать будете? Зосик жив, на дно не спешит. А вот чудища вашего что-то не видать. Ты к нам лучше с уважением. Не то и от тебя никакого следа не останется. Я уже устал от твоей болтовни. Убирайся отсюда. Вот так всегда. Простым человеком каждый рад гузно вытереть. Пошли, мужики. Тьфу ты. Прошу прощения, что помешал. Меня зовут Людвиг Мерс. Я занимаюсь вопросами чудовищ во Флотзуме. Посему хотел бы спросить, не возьметесь ли вы решить проблему так называемого Кейрена, чудище, которое перекрыло всю торговлю на реке? Ну так что, ведьмак, будем работать вместе? Обычно я работаю один. Я появилась здесь раньше тебя и отказываться от работы не собираюсь. Рыбка или пипка, как говорят местные. Ладно, я согласен. По вопросам награды прошу обращаться к купцам в доках. Госпожа Детонсервиль, как мне кажется, уже провела предварительные переговоры. Именно так. В таком случае не смею более вам мешать. Трис, когда ты наконец меня представишь? Шиала Детонсервиль, советница королевы Зулейки из Ковера. Ковер же далеко на севере. Это правда. У меня были сомнения, стоит ли Кейрон такого путешествия. Но увидев его сегодня, я окончательно убедилась, что стоит. Хм, ты приехала сюда за ингредиентами? Трис, Меригольд. Догадливо, как всегда. Ты имеешь в виду... Глаза тролля, яд гуля, кровь девственницы. Все эти отвратительные субстанции и органы, которые мы получаем из вымирающих видов. И бросаем в котел во время шабашей. Так ведь, Трис. О, да. Девственницы. Вид на грани вымирания. Очень смешно, Трис. Ну, хватит шуток. Геральт, ты видел щупальца? Что ты об этом думаешь? Тварь, наверное, огромная. Жила себе в каком-то притоке Понтера, охотилась. Потом подросла и стала искать новые источники пропитания. И открыла для себя вкусные барки, полные жирных купцов. Седрик говорит, что Кейрон пришел сюда из северных болот с месяц тому назад. Седрик? Эльф. Бывший с Кьетаэль. Странный тип. Но неплохо знает окрестные леса и все, что их населяет. Мне надо осмотреться, кое-что разузнать. Проведешь пару тайных ведьмачьих ритуалов? Вроде того. Поговорю с купцами о награде, навещу Седрика и дам тебе знать. Я буду в трактире. Я сняла комнату наверху. Там бордель. Спасибо, что предупредила. Да, некоторым людям тяжело смотреть в лицо, в глаза, в лицо. Итак, у нас целая пачка заданий. Кейрон, всякая мелкая тварь, а также куча-куча разных заданий. А также нас Пузатый и Лысый пригласил на Синовал вечером. Так что у нас будет полный день приключений. Но, но, но. На сегодня, я думаю, мы закончим. Я скажу вам большое, большое спасибо за внимание.